Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях Сергей Кашуцкий, актер Драматического театра Тихоокеанского флота, музыкант, солист группы Borgos, человек талантливый в различных областях. Вот хотелось бы поговорить о театре, о музыке, о культуре в городе Владивостоке. Вообще вот то, что начался, 2014 год объявлен был годом культуры. Вот культурная общественность города Владивостока каким-то образом почувствовала? Год только начался, видимо. У нас еще тем более продолжались до определенного дня новогодние праздники, поэтому мы еще не успели переключиться. Наверное, пока мы еще ничего не почувствовали, конкретных каких-то вещей. Но думаю, в течение года наверняка что-то будет происходить. А вот по вашему мнению, что такое культура? Вот какие мероприятия культурные должны происходить в нашем городе хотя бы в течение этого года культура? Знаете, то есть я как считаю, мероприятия-то могут проходить достаточно разные. Вот как говорится, может быть, пример не совсем туда. Вот все задаются вопросом, как наша страна станет лучше? За счет чего? То ли мы нефть начнем продавать, то ли что? Надо поднимать культуру. А никто не может по сути-то ответить конкретно, что надо делать. Что значит поставить кучу снять фильмов или спектаклей? Или что? Я не знаю. Наверное, культура это не какой-то там род деятельности. Это то, что закладывается с детства. Это воспитание, это школа, это образование, это, естественно, какое-то там, ну, принадлежность, может быть, каким-то там творческим дисциплинам. Культура – это достаточно слово «шире». Я не знаю. Только, наверное, как говорится, как восстановить что-то можно или что-то сделать, начав от корней, как говорится. Вот, может быть, только разом все делая, можно что-то с культурой. У нас как-то ее поднять. Потому что, ну, да, естественно, там любой какой-то фестиваль, который проходит или какие-то мероприятия, они тоже, как говорится, в кассу, в копилочку на все это. Но, мне кажется, это все шире. Не связано там конкретно с театром или с музыкой или с тем. А почему вот у нас, как правило, да, культурные мероприятия – это прежде всего как раз-таки концерты, спектакли, выставки? В лучшем случае. Ну, это некое деление. Просто вот наука, вот культура, вот образование. То есть, а вот бизнес. И почему-то считается, что это все разделено, и оно живет отдельно. Пока это все будет жить отдельно, наверное, это будет, как говорится, малообъемно. Если это начнет хоть как-то жить, наверное, вместе, и не просто жить там, вот сделаем то-то, сделаем то-то, а действительно войдет в мозг, в сердце, что только так можно что-то действительно продвинуть и стать нам всем, всей стране там лучше. Только тогда, наверное. Потому что там много говорят, там, о проблемах там, сям. Ну, все это как-то вот отдельно пока рассматривается. Ну, это нормально, а когда вот тоже в Владивостоке театры, если брать театры, они достаточно в своих таких, в своем вакууме, каждый по себе, каждый смотрит друг на друга с недоверием, со злобой, может быть. То есть, вот почему так у нас получилось? У нас как-то не выросла, не организовалась некая вот среда театральная, да, когда все театры там дружны, ну, так, назовем это так, примитивно, да, вот все дружат, все рады друг другу, следят за премьерами, радуются, цветы давят в конце концов. Я не знаю, почему нету этого, но совершенно верно, да. Есть как бы некая такая отчужденность, неотчужденность такая, может быть, совсем это сильно сказано. К сожалению, не с чем сравнить, как, допустим, может быть, это было там в советское время. Может быть, раньше было как-то по-другому, я не знаю. Но вот когда мы уже пришли, было так. Как это преодолеть? С какого года в театре? С 95-го. Ну, в 96-м мы закончились тут, мы на год раньше начали работать, ну, с 96-го, скажем так, официально, если. Это же 18 лет. Да, уже 20 лет. И вот на протяжении всех этих лет как-то так, да? Да, нет, у нас есть, конечно, встречи с коллегами, нам проще собраться где-то отдельно, просто там что-то это, нежели на каком-то официальном уровне. Да, есть там в Театре Горького там вручение каких-то там по итогам сезона наград, где мы собираемся, действительно. Ну, это бывает там раз в год, может быть, парочку раз в год, парочку раз. Не знаю с чем. Может быть, действительно, вот жизнь тянет на какое-то разъединение. А, наверное, уже давно настало время, наоборот, пытаться через «не могу», через «не хочу» собирать все. А вот разъединение вот это, на чем оно вот здесь ждется? Что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то ставит более монументальные спектакли, кто-то ставит какие-то камерные? Ну, во многом и это тоже. То есть у кого какой вкус. Кто-то считает, что правильно так, а кто-то считает, что правильно так. И когда это завязано еще на какой-то эмоциональности, все-таки профессиональные, может быть, и отчасти это тоже. То есть что какая-то, может быть, как это называется, ревность там где-то в чем-то. Ну, это нормальные вещи, главное, чтобы они не переходили какие-то грани. Такие ревность там какие-то. Это, с одной стороны, подстегивает тоже. Когда, допустим, кто-то что-то успешно сделал, с одной стороны тебя как бы… Но эту эмоцию нужно переродить и выдать в какой-то результат. То есть ты захочешь сделать… Спортивный интерес. Ну, назовем это так. То есть это не должно превращаться в гонку. Это должно чисто для тебя быть уже каким-то. О, люди подняли планку. Давай-ка и ты тоже старайся, поднимай. Но в этом что ты можешь переродиться? В том, что поливание грязью своих коллег? Вот наоборот, вот в это не должно. Любая энергия, ну, как вот слова у Пушкина, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, то есть о чем, собственно, и речь. То есть можно любую эмоцию взять и направить в нужное русло. Вот, собственно, в этом и дело. То есть когда это не направляется в нужное русло, когда это превращается в поливание грязью, там… Вот по вашему разделению все-таки театров наших, приморских, Владивостокских, все-таки ведет на уровне режиссеров главных или каких-то творческих коллективов? Или на уровне просто личной неприязни некоторых людей, скажем? Ну, возможно, естественно, я думаю, что очень много зависит именно от руководства в любом случае. То есть если бы руководители театров хотели чуть больше, чтобы было это, это, я думаю, было бы в той или иной форме. Вот, ну, сложно действительно сказать. То есть жизнь такая, что вот, скажем так, вот с конца 80-х годов все пустились, в принципе, в какие-то свои плавания. Один театр, там, к примеру, театр Горького, ну вот у него были какие-то связи и есть. Он туда. Анисимов, когда был главным режиссером камерного бывшего театра, ныне этого, он в другие. То есть жизнь немножечко людей как бы начала разбрасывать. И опять повторюсь, мне не с чем сравнить, было раньше по-другому или нет, я не знаю, у нас в городе. Может быть, это некое, ну, может быть, как-то неправильно выражусь, может быть, это наш уровень такой культуры, что мы не можем как бы порадоваться за других. Ну, в какой-то степени. То есть этому надо учиться, собственно, вот это и есть тоже культура. А вот уровень театральной культуры вообще в нашем городе, по-вашему, мы сейчас где находимся? Потому что, ну, вот был показательный, значит, например, когда там же театр Горького поставили Анну Каренину, с норвежской актрисой, да? По сути, среднячковый европейский спектакль такой, здесь он у нас, как, не знаю, передовые тенденции в театральной жизни мира. Вот где мы сейчас находимся вообще? Вот на этот вопрос, я думаю, может ответить только поездка, допустим, куда-то на фестиваль. Вот тогда действительно, да, понятно, что там может быть тоже предвзятость, все что угодно, но все равно, если ты человек как бы размышляющий, видящий, все равно ты примерно поймешь, что ты делаешь, как ты делаешь, в сравнении с чем-то. Вот мы за счет удаленности этой можем вот только вот через такие еще вещи понимать, помимо самосовершенствования в своем родном Саку, в своем городе, у нас этого мало. К нам практически не приезжают по разным причинам критики, ну, или если приезжают, это такие точечные моменты, что через них тоже не построишь какой-то вот вывод, куда, что, как. Андреевский сказал, что, к сожалению, вот у нас сейчас, да, вот нет театральной критики, из-за этого порой сам не знаешь, что ты делаешь, ну, вот если, чтобы со стороны люди на тебя смотрели. Ну, вот мы были в Москве на фестивале военных театров, критики есть. Ну, вот он был в виду в Володевостоке, что вот мы здесь сидим, да, и... Согласен, да, наверное, в Володевостоке нет, но значит надо, я не знаю, надо хотя бы раз в год либо театром как-то объединяться, грубо говоря, скидываться и приглашать, там, примерно, на неделю или на сколько, там, допустим, трех каких-нибудь людей, чтобы они приезжали, к примеру, каждый год и посмотрели, там, хотя бы спектакль там, 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 лучше бы по два. И какой-то делали вывод, там, как пресс-конференцию какую-то, я не знаю. Потому что, да, у нас с этим беда. Ну, а вот, ну, это проблема в театре, что когда ты делаешь и не можешь сам адекватно оценить уровень того, что ты делаешь. Или все-таки кто-то приходит и как-то помогает оценить уровень? Нет, ну, естественно, вообще, на самом деле, как бы, даже если никого рядом нет, кто бы так вот со стороны подсказал, в принципе, у творческого человека, наверное, должен быть свой какой-то ориентир, что ты делаешь, зачем, куда и почему. Творческие люди на то и творческие люди, что они думают, что я все, вот, я вышел на сцену. Ну, такое, ошибочный, наверное, вариант. Все-таки все привыкли воспринимать творческий человек, это некая такая эмоция, которая носится вот так вот, ее не остановить. Нет, это, как бы, часть профессии, которая, как бы, тебя там будоражит что-то, но потом должны включаться там и интуиция, и логика тоже. Без этого это не профессия, это сумасшествие может получиться. Ну, по-моему, сколько лет нужно отыграть в театре, чтобы критику воспринимать, использовать для себя? Или все-таки сразу можно? Можно, в принципе, можно и сразу, просто, когда ты молод, это, может быть, просто болезни не воспримется, то есть тебе сказали, там, тебя не вышло, все, ты, ах, ты несчастлив, я бездарен, пошел, застрелился. Нет, это может быть и молодой артист, который понимает, что нужно к себе относиться. Все очень сильно, на самом деле, в творчестве, наверное, нельзя разделять творчество и личность. Самые большие, как бы, ну, мастера, там, любой, там, театра, там, кино, музыки, искусства, если так в целом взять, они еще и как личности, как люди, достаточно крупные, объемные. Когда ты, как бы, в себе этот объем по чуть-чуть, там, потихонечку пытаешься нарастить, так, за счет каких-то мыслей, там, или чего-то, тогда ты можешь воспринимать все, что угодно. Да, это может быть больно, там, как-то, там, это, но главное перебороть и направить в русло нужное для работы. Поэтому это многое зависит, в принципе, от себя самого, даже если вокруг нету, там, каких-то людей, которые тебе помогли. Коллективы, вот, по-моему, в театре, ну, в том числе в театре, они крепки, либо все-таки какое-нибудь дуновение ветра, все разбежались по разным сторонам и не вспомнили, что ли? Ну, у нас, я думаю, коллектив крепкий, и почему? У нас достаточно сложная ситуация в Министерстве обороны, то есть театр у нас в этом плане специфический. И те, кто работают уже не первый год, а кто-то и десятилетие, это уже о многом говорит. Все-таки их тут держат не комфорт и не какие-то вещи, а все-таки, наверное, какие-то творческие идеи. А что сейчас вот с театром? Потому что, я понимаю, сейчас вообще он в подвешенном состоянии. Сейчас немножко проще стало, когда сменился министр обороны, стал шоу. Он сказал, что стоп, давайте-ка вы там с культурой завязывайте эксперименты. И, по крайней мере, сейчас уже, ну, я не могу там сказать на сто процентов, но вроде как уже не стоит вопрос этот трехлетний, который тянулся, о том, закрыть нас или нет. То есть сейчас уже этого нет. Дома офицеров вернули, потому что чуть ли уже не продавался дом офицеров. Все вернулось, дом офицеров уже, дом офицеров, мы там, мы там, музей там, ансамбль, все это. То есть в этом плане устаканилось. Ну, было бы непонятно, что было, по крайней мере. Но процесс как бы полного возврата, то есть там финансового, бумажного, вот это все лакеты, это, конечно, очень сложно и очень долго. Он идет, идет. Ну, вот не боитесь вообще, что Театр ТОВ станет, ну, с приходом, опять же, да, ну, министра обороны, такой глубочно-патриотичный спектакль будете ставить? Нет, нет. В принципе, мы вот уже 18 лет как-то старались, чтобы этого не было. Я думаю, что... Ну, конечно, все зависит от руководства, да. Ну, слава богу, у нас как-то и вот на флоте, на Тихонском, то есть нам всегда давали свободу действий, и мы им благодарны за это. Так что... Были какие-то прецеденты, когда вот что-то вот, недопонимание было в творческой вашей свободе, вот в этой... У людей. У людей, да. В погонах. Не, естественно, допустим, какие-то сложные моменты, как у нас есть, допустим, спектакль «Де Локси Блюз» и «Чморик» есть, они сразу, конечно, это там же про армии, там все. Тут, естественно, более настороже. Ну, то есть надо как-то все-таки некий образ такой создавать, но спектакли идут, как бы никто их не закрывал. Ну, был интересный случай, когда был командующим Федоров, по-моему, у нас. Он такой человек достаточно интеллигентной семьи, он театр любил посещать и посмотрел. А «Чморик» ездил, это был 2006 или 2007 год, в Москву на фестиваль. И потом показывали здесь, и он вручал там какую-то награду. И там есть роль лейтенанта, кто Евгений Паленый играл раньше, такого, которому ничего не нужно. И он вышел что-то пожать руку, значит, Жене Федорову и говорит, а что, есть такие офицеры в армии? Ну, и мы все улыбнулись, как бы, мы говорим, ну, это образ, как бы, так постарались это. Ну, то есть эта тема для них серьезна, то есть, как бы, вот, поэтому мы на эту тему не шутим и не обличаем, а бы как там армию. Просто, ну, все про людей должно быть. Когда от сердца, тогда оно восприняется нормально все. Ну, есть некое. Вот несколько вопросов из интернета. Ну, вот, кстати, вот этот, трупа неоднократно выезжала на гастроли за рубеж, вот, видимо, фестивали, да? Два фестиваля, два. А, каково играть для иностранца на чужом языке, есть типа на гастроли в этом году, если да, то куда? Да, ну, а потом... Понял. Мы были в десятом году в Японии на фестивале и в одиннадцатом в Корее. Ну, в Японии мы как раз возили, такая у нас есть спектакль «Стрелочник», он без слов, танец «Пантомима». То есть там все понятно, как бы, совершенно. Японцы очень благодарны зрителям, очень. Очень и принимают хорошо, они, ну, действительно, организовано все очень хорошо. И было общение хорошее, там были русские, были итальянцы, словаки были. То есть, и было именно организовано хорошо наше вот вне спектакля общение между собой. В этом плане там и сами японцы. У нас есть даже записанное с японского телевидения интервью у японцев, которые, значит, после нашего спектакля там в фойе где-то гуляли, но с переводом там. Ну, и они все там кланялись, все в восторге. А потом ездили на следующий год в Корею, там мы играли спектакль «Сашка» у нас про войну такой есть. Специально для этого делали субтитры корейском языке, которые шли поверх наших голов, вверху сцены. И они как бы могли смотреть и читать, что это происходит там. Так что, ну, с корейцами было чуть-чуть, там было более все сжато. Мы не успели понять, насколько это там им. Ну, вроде как говорили, что все хорошо. Японцы в этом плане более были. Гастроли по России были? Был фестиваль в Омске. Ну, именно гастроли, сейчас вообще гастроли такая вещь, ее практически невозможно организовать, особенно отсюда. На фестивале только, если вот в Омске в 2005 году был. Мы два раза были в Хабаровске, тоже, по-моему, 2005-2006 год. И вот 2006-й золотой Витязь в Москве, 2007-й первый военный фестиваль. И вот 13-й год, ноябрь, второй военный фестиваль. Таких больших гастролей нет. Это очень затратная вещь сейчас. Для флота, для нас. Ну, фестивали же тоже получается, как некое общение с другими. Это его сколько нужно? Каждый год ездить? Нет, нет. Это нам еще повезло, наверное, где-то, что мы куда-то там попадали. Так, вот, ну, говорю, с Дальнего Востока это нужно либо спонсор, действительно, какой-то. Потому что, допустим, я знаю, что раньше, не знаю, как сейчас, допустим, Камчатский театр ездил достаточно много и за границу, и куда-то. Но, видимо, то ли от администрации, то ли спонсорские были. А у нас все-таки мы завязаны на флоте. У них с этим, вот, там, искать спонсора, обходя флот, наверное, как-то это не развито у нас. Есть свои какие-то вот у нас нюансы в этом плане, независящие от нас. Хотя мы стараемся найти какие-то варианты. По театру Тихоокеанского флота, все-таки, на мой взгляд, спектакли больше мрачноватые, нежели радостные, счастливые, веселые, позитивные. Вот как, по-вашему, да? Да я бы не сказал. Ну, так вот, если взять так вот комедию, у нас репертуар-то небольшой. Ну, допустим, те же «Огни Парижа», тот же «Будьте здоровы» комедии, «Квадература круга», «Семейный портрет с посторонним». То есть, ну, я сейчас не беру все. Да я бы не сказал, что у нас как-то мрачно. Ну, может быть, у нас комедии, скажем так, не такие, как есть такая вот комедия пуповая, когда пупа смеешься. Может быть, они более лирические, то есть какой-то с грустинкой. Это другой момент. Ну, а на фоне всего, может быть, это выглядит как-то не очень. Люди-то на что ходят? Может быть, на потребу все делать? Зафигачить какой-нибудь хитовый шлягер? Проиграем. Потому что вот все равно надо вырабатывать, как говорится, свое лицо, свой образ. Вот какое лицо, к образу театра? Ну, я, может быть, не совсем точно донесу. Есть у нас у театра такой девиз «Театр о человеке, про человека и для человека». То есть, в принципе, главная вещь – это человечность. То есть, если ты что-то берешь… Можно найти, что это за человек, да? Ну, скажем так, допустим, можно же, к примеру, спектакль «Белокси-блюз», если кто-то знает сюжет об армии, можно же об этом рассказать с точки зрения, как все плохо. А можно рассказать о том, как в этом плохо остаться человеком, грубо говоря, найти какие-то выходы. Как вообще… Ну, что тебя, допустим, держит в этой жизни, чтобы, допустим, не уехать куда-то, не повеситься там? То есть, какие-то вещи, которые человека, наоборот, может быть, заставят в себе что-то увидеть, силу какую-то для того, чтобы жить дальше. К примеру, то есть, человеческое – это именно то, что помогает человеку жить. Наверное, как? Ну, некий оптимизм, скажем так, переведем. Туннель, туннель. То есть, он, да, он не обязательно должен быть веселый и радостный. В жизни вообще бывает, что ты увидел туннель, а тебе там грустно на душе, там, светлая грусть какая-то какая-то. То есть, главное, чтобы это, ну, действительно, вело к какому-то хорошему финалу. Ну, проиграете, почему, если поставить просто вот это по полу? Нет, если мы начнем только это делать, проиграем. Нет, естественно, как бы, есть спектакль для кассы. Но и то, все равно, его стараются все равно делать так, чтобы это было не просто для кассы, а на остальное плевать, лишь бы деньги собрать. Но все равно он должен каким-то отвечать. А на какие спектакли ходит публика? Вернее, больше, да, вот эти вот те самые для кассы спектакли? Ну, у нас не только для кассы. Вот у нас Сергей Рудинок ставит несколько спектаклей, ставил. Ну, у него свой еще зритель есть. Он много на малой сцене, как бы, делает у нас. Туда ходят люди, которые находят в этом, допустим, что-то свое. Хотя у Сергея, допустим, достаточно есть мрачные, ну, как-то там. Ну, просто тоннель, как бы, ну, и все. Да, там уже, но люди ходят. То есть, тут каждый свое еще ищет от театра. На что ходят? Не, ну, конечно, больше ходят на комедии, как это везде бывает. Ну, само собой. Играть-то легче, что, комедию, либо все-таки какой-то драматичный такой? Да вот, допустим, играть «Квадратуру круга» или «Огни Парижа» тяжело. Ну, казалось бы, такое. Комедия, там все, да, там все равно, но... Поэтому тут такого, как бы, разделения нету, наверное, особенного. Что там легче, что труднее играть. Вы своего зрителя как-то понимаете, был какой-то вообще анализ целевой аудитории? Либо от, или там? Мы когда-то задавались этим вопросом. Естественно, ну, наверное, в большей степени все-таки это молодые люди, там, или средний возраст людей. Наверное, все-таки так. Но потом, в какой-то момент, я вот подумал, думаю, да, ну, ходят разные совершенно, и нравится разным людям, не нравится, может быть, разным людям. То есть, как-то, для кого мы работаем? Да для людей работаем. Не знаю, я, честно говоря. Может быть, это не столь важно. Ну, все же, надо понимать. Нет, ну да, да. Для чего вообще, собственно, для кого? Погласен. Ну, наверное, все-таки для более молодых, потому что мы же хотим все-таки, чтобы дальше все шло. Наверное, стараемся все-таки более молодое поколение показать им, допустим, наш вариант видения мира вокруг. Там театр молодежи свое видения, там театр Горького, ну, я не знаю, на кого они там ориентируются. То есть, это у них отдельно, может быть, там, своя какая-то. Наверное, все-таки, да. Все равно молодежь двигает дальше все. В любом случае. Но, как бы, самоцели такой нет. Работать на молодежь. Никогда не хотели бы сменить профессию, спрашивают. Да нет. Меня в ней пока все устраивает, скажу так. Да нет, ну, действительно. Меня как-то спросили, счастливый ты человек или нет. Ну, я задумался, думаю, ну, вот это хорошо, там, это вот у меня плохо. А вот сказали, да или нет? Я сказал, да, потому что я занимаюсь в жизни тем, что мне очень нравится. Мне не приходится, на данный момент, может быть, потом изменится жизнь, я не знаю. На данный момент мне не приходится, там, переступать через себя, ломать себя. Мне нравится то, что я делаю, и, наверное, это, может быть, как-то нравится людям. А в ролях своих через себя переступаете, себя ломаете? Ну, где-то, может быть, приходится, но не настолько, там, чтобы уж прям исковеркать. А есть вот роли, которые неприятные, но их играть приходится? Неприятные вообще в принципе. Ну, не нравится мне вот эта роль, ну, а вот играю. Ну, бывало, но это не зависит, может быть, не от роли, а, наверное, от того, что, может быть, ты не допомнил режиссера. Может быть, как-то материал, может быть, ну, не как-то с тобой, с твоей душой как-то не срослась. Ну, это все уходит на второй план, потому что всегда есть ответ один. Ты профессионал, ты должен это делать, и делать не потому, что тебе сказали, и ты ответил, а, черт возьми, а потому что ты просто, ну, ты обязан это делать, твое дело, иначе никак. В общем, борьба за главные роли в театре существует? Вы знаете, как-то... Откаверная? Нет. Слава богу, как-то у нас вот с этим делом обстоит нормально. Естественно, наверное, у кого-то есть свое мнение внутри, там, где-то это, но вот так, чтобы открыто какие-то театральные интриги там шли, у нас такого, слава богу, нету. Пока. Там видно будет. Есть какая-то роль, которую хотелось бы сыграть из-за того, что есть в театре, но вам не дают ее? У меня так получилось. У меня так получилось в «Огнях Парижа». Мне нравилась роль, главное вот это вот, а я играл другую роль, хорошую роль, с удовольствием играл, как бы. Получилось так, что артист уехал, и мне сказали, давай-ка ты будешь играть. Я говорю, ну, давайте, буду играть. Ну, это не значит, что я там сидел там ночью, не спал, там, кусал локти. Да нет, почему? Ну, не, бывает, конечно, такое. Тебе, может быть, иногда тебе кажется, что ты мог бы ее сыграть, а на самом деле это твои фантазии. И такое тоже может быть. А часто вот актеры вообще вступают в полемику с режиссером, либо все-таки это не принято? Бывает. Это все зависит от, как говорится, личной культуры. Полемика разная бывает. Бывает творческая полемика. Бывает, лишь бы поспорить, как говорится. Вот лишь бы поспорить, это зависит от культуры человека уже, от понимания его, что можно, что нельзя. А если это как бы творчески как-то, но действительно на пользу, можно как-то поспорить о деле? Вот вопрос тоже. На что живут актеры театров Владивостока? Говорят, они из-за реклада мизерная. Еще бы приписали, что значит мизерная. Нижний пароль, да? Да, то есть, ну, от чего мне отталкиваться. Потому что, допустим, у нас из театров не самая мизерная зарплата, еще и потому, что мы все-таки Министерство обороны, у нас идут какие-то там военные. То есть мы где-то с театром Горького примерно всегда были в одной категории зарплаты. То есть я знаю, что, допустим, в театре молодежи там ниже. Ну, а живут, ну, все подрабатывают где-то. Ну, может, все. Вообще у нас в городе можно прожить вот исключительно на зарплату актеров? Прожить можно, наверное, если у тебя есть тут квартира, тебе не нужно ее снимать. У тебя там, например, у родителей там или что-то. Ну, то есть ты там получаешь свою зарплату какую-то, и ты не откладываешь это. Наверное, можно как-то. Но это в чем-то ты себя будешь, конечно, обделять. Потому что хочется в отпуск, допустим, куда-то съездить или что-то. Вот эти подработки, они же не могут не сказываться, собственно, на актерском мастерстве и на качестве продукта, который в театре идет? Или не сказываются? Здесь вот лично у меня, мои подработки, у меня стоит точное, как бы, определение. У меня есть основная работа моя, а это подработки. Все пляшет в конечном итоге от моей основной работы. Она не должна, как говорится, страдать. Если у меня есть возможности то и то совместить, блестяще, прекрасно. Если нет, то нет. Когда у актера подработка уже становится главным заработком, всегда тяжело уже понять, а где тебе, ты там или там. От этого могут возникнуть проблемы. Если твоя работа также с творчеством связана, и ты ее можешь совместить, она не помешает. Она может только дополнить какие-то грани в тебе. Ну, главное высыпаться. А вы вообще как относитесь к результатам собственного творчества? Это все-таки продукт, либо это вот некий такой творческий экспириенс, который вот что-то такое? Нет, это продукт все-таки. То есть в любом случае мы выходим для того, чтобы дать этот продукт людям и получить от них эмоции, скажем так. Не только билеты, деньги за билеты, но еще и эмоции. Если бы это был чистый эксперимент, ну, экспериментировать-то можно и в подвале, там, в квартирнике каком-то. Вот ты пришел, там, что-то для себя. Здесь все-таки некий продукт, который может поехать на фестиваль, если его заметили. То есть это некое продвижение. Это продукт. Это продукт. Этот продукт воспринимает каждый человек по-своему. Кто-то любит колбасу, кто-то сыр. Кто-то сладкий. Извините, на зрителей часто ругаетесь? Ну, вот так, что за кулисью уже. Бывает. Ну, когда тысячу раз попросили выключить телефон, а не выключается, не то, что ругаешься, просто не можешь понять, ну, почему. Это вот недавно пример рассказывали сюда. Давно уже приезжал Маковецкий, с кем-то они играли спектакль. И, естественно, тоже там выключить телефоны. А спектакль был такой очень сложный для восприятия. Людям, естественно, стало скучно некоторым. И стали вдруг звонить телефоны. И кто-то стал из зала набирать, прям и разговаривать. Да что там нет тут? Маковецкий играл, 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 играл. Потом, говорят, встал на колени, просто сделал так и продолжил дальше играть. Потому что у него уже не было слов. Тяжело. Конечно, когда... Люди, может быть, не понимают, что эти мелочи... Ну, казалось бы, вот мы сидим, разговариваем, но там кто-то прошелся. Нас это не отвлекает. Но там это другое. Вообще, культура-то наша театральная, именно как зрительская культура, она существует или все-таки в таком уже каком-то непонятном состоянии? Нет, она есть. Но самая беда, вот, кстати говоря, это... Ну, мы давно с таким не встречались, но было в нулевых годах, это школы. Вот там бывают иногда проблемы. Причем детский сад, я могу понять, там дети все такие на сказках. Иногда переорать невозможно. Но это как бы такой момент. А вот было, ну, где-то году в шестом мы показывали спектакль, были школы. Это было нечто. Но тоже не все, наверное, может, так получилось. То есть вот о чем и речь, что вот как культуру прививать только всем вместе и сразу, и во всех областях. Да так, зритель хороший, добрый, дисциплинированный. А что еще может обидеть актера, разозлить его, ну, не телефон? Ну, телефон, ну, то есть, допустим, когда человек встает или, ну, там, уходит, это не злит на самом деле. Человек может выйти в туалет, там, ну, может, ему не понравилось. То есть, ну, когда вот недавно, ну, как недавно, в том, получается, году играли Белокси Блюз, есть тихие сцены, а пришли, видимо, две пожилых женщины, может быть, у них там плохо слышат. И однако громко-громко такая тихая сцена идет и говорит, да можно ж погромче. И все, все рухнуло. Весь вот этот вот мир, который ты вот устраиваешь людям. Мы сели, ну, как бы сцена шла, они сказали, мы паузу сделали, кто кому надо, отсмеялись, хотя и это еще хуже сделало, лучше бы не смеялись. И мы продолжили. И все как бы пошло нормально, но выбивает очень сильно. В конечном итоге это же не для нас, это же все туда-обратно же отдается, когда мешает. Ну, потом, как бы, да, проругались, там, это, но на следующий день уже думаешь, а что, весело было. А вот сами как увеселитесь? Ну, не ж не секрет, что там на спектаклях сами начинают от рутины подкалывать друг друга. Ну, бывает. Или направленно подкалывать там. А так получилось случайно. Ой, это иногда бывает. Ну, есть понятие. Это вопрос, да, расскажите какую-нибудь театральную байку и передайте, пожалуйста, Сергею Гончарову, что он умница. Ну, я не знаю. Ну, вот есть вопрос. Сергей Гончаров умница. Я вам передаю это. Однокурсник мой. Мы вместе заканчивали у Александра Ивановича «Запорожца» курс. Вот. Привет, Сергей. Вот расскажи, что... Да, вот такого... Да, байки в основном, вот чем смешнее, тем пошлее. Поэтому я не буду это рассказывать. Я, в принципе, как-то выберу, ну, приличный какой-то вариант из этого всего. Потому что, да, самое смешное, это когда... На грани... Так, слова, что уже на грани фола, и тогда ты захохатываешься, и можно там... Если ты спиной к залу, это вообще... Слава богу, ты можешь просмеяться, и никто не заметит. Как бы... А из приличного шел концерт. Наш и ансамбль песни и пляски, какой-то посвященный Дню Победы там или чему-то. И у нас была композиция про... Как уже в августе месяце с японцами воевали. И там рассказывалось, как наша армия наступает, как она освобождает там города Кореи. Та-та-та-та, там, били там врага и там, и сям там. И фраза звучала так, точно, если выразиться. Били японских милитаристов. Ну, идет концерт, сидят люди, они слушают. Может быть, кто-то уже засыпает, потому что, ну, знаете, каждый год одно и то же слушать. Ну, сидят нормально, идет концерт. И вот, значит, мы там освобождали города, та-та-та-та. А второй, там, мы там на крейсерах, там, та-та-та-та. И третий говорит, и били японских милитараторов. Он оговорился просто вместо милитаристов. А потом, ну, кто-то рассказывал, часть зала проснулась. Кто-то не понял. В основном кто-то понял. А за кулисами стояли танцоры ансамбля песни и пляски, которые там легли просто. И еще долго вспоминали этих японских милитараторов, которых били советские войска. Вы же представили ярко картину, эти сеят рис. Конечно, да. Тут набегает орава и начинает их крушить. Вот самое приличное такое. Чем, по вашему мнению, можно объяснить настолько маленький конкурс ДВГИ, почему профессия театрального актера утратила свою популярность и привлекательность? Ну, конкурс, да. Он, по крайней мере, вот насколько я помню, всегда был небольшой, особенно среди мужиков. Еще вот среди девушек он есть. Как происходит последние, там, 10 лет или сколько, я не знаю. Я, честно говоря, там, с приемными комиссиями не сталкивался. В Москве, да, в Москве огромный конкурс всегда. Ну, тут, я не знаю, может быть, как-то общий просто уровень. Не уровень, в смысле, там, грамотный, неграмотный. Просто в Москве этого всего много. Там и людей туда стекается больше. У нас все-таки этого мало. И территории не так заселены, чтобы здесь были какие-то огромные конкурсы этого всего. Я, честно говоря, не могу точно сказать, да, с другой стороны, наверное, здесь ровно такой конкурс, сколько людей хочет поступать. Ну, то есть, может быть, его больше и не наберешь тут. И не связано, может быть, это с тем, что там, кто-то стало хуже с этим или лучше. Наверное, вот он какой есть, такой и есть для наших территорий. Да, в Москве вот мой троюродный брат лично в 80-м году поступал в театральный, не поступил, там что-то было. Но он, говорит, там был бешеный конкурс. Он сам москвич. Он говорит, это просто. Ну, там это как-то и население больше. Наверное, и от демографии тоже некое. У нас тут немного, территория большая, людей. Вот вопрос. Как относитесь к различным театральным школам, в кавычках, в которых преподают что угодно, но только не актерское мастерство? Ну, я так не сталкивался просто с такими трудно сейчас будет. Но на самом деле, я вот знаю, иногда пишут там объявления, там курсы, там чего-то, того-то, и актерского мастерства. Ну, смотря, конечно, кто преподает их. Если это просто как такая, то, конечно, это нехорошо. Иногда просто, допустим, актеры или педагоги преподают, например, бизнесменам речь, это другое. Они все равно дают какую-то основу нормальную. И тогда человек начинает действительно понимать, а если это просто развлекаловка какая-то, конечно, это ее он, да. Но я просто не сталкивался с этим как-то напрямую. Хочется ли играть на сцене главного театра города? Нет, я не... А вот вы считаете вообще, что... Ну, я понимаю, что это, видимо, про театр Горького написано, но вот вы считаете лично, что это главный театр города? Я так не считаю. Это наиболее... Я бы вообще не делил... Ну, если играть, конечно, коммерчески успешный, то, наверное, да. Исторически он, конечно, главный театр города, именно вот с этой точки зрения. Да, это был... Ну, я дореволюционный, я не беру никакие... Да, конечно, это как бы как-то лицо в любом случае. Ну, и звание обязывает. Все-таки академически, да. Но мы никогда не там... Главный театр, у нас такого нет. И желания нет, потому что у меня есть свой театр. Он мне нравится. Надеюсь, что я ему тоже нравлюсь. И я не задаюсь этим вопросом. То есть... Нет. Нет. А, по-моему, проблемы театров, вот каждого, и главного, и неглавных, вот в чем сейчас самое основное? Ну, тут финансирование только лишь? Да нет. Ну, финансирование важный, конечно, вопрос. Это я вот... Мы по себе как бы судим. Это проблема театра будет тогда, когда, допустим, о театре будут забывать. А забывать, наверное, будут о театре, когда театр перестанет, наверное, какую-то цель нести. Вот не забывать об этой цели какой-то главной, вот это проблема. Потому что некоторые... Ну, особенно вот такая жизнь, постперестроечная наша, как бы многое разрушает. Театры кидаются в одну, в другую сторону. Ищут как бы как варианты. Кто-то находит, а кто-то нет. И... Нас это не касается, у нас практически этого нету здесь. А вот на Западе, допустим, где в больших городах там куча каких-то театров, тут надо вот именно... не разбрасываться, наверное, а больше собирать в себя. То есть определять какую-то действительно цель, сверять ее с какими-то понятиями театра. А мы готовы вообще к современному театру? Ну, к современной мировой, скажем так. Ну, вот, допустим, практика мировая, к примеру, что в основном никто не работает на стационаре. Мы, конечно, к этому не готовы. У нас такая жизнь, что нам чем стабильнее, тем лучше все-таки, как ни крути. И уже много лет идет вопрос, чтобы там оставить минимум театров в городах, а остальное, чтобы актеры как бы... Это, конечно, убьет. Другое дело, что, может быть, нужно искать какие-то новые формы. И, может быть, они нужны. Но, к сожалению, вот в России что ни сделай, оно может выйти боком. Может быть, на Западе это нормально. Но у нас с этим так осторожно надо сто раз мерить, один отрезать. Конечно, в этом плане. Тем более периферия, которая вся стоит на стационаре. Здесь как бы эксперименты в последнюю очередь нужны. Мы не готовы, конечно, к таким вот изменениям. А если брать вот именно репертуар и вот визуальную часть спектакля, потому что сейчас там... Я понял. Там многое от финансов зависит. То есть тут... У нас сейчас нет таких спон... Ну, меценатов там, типа Савва Морозова или там Мамонтова какие-нибудь. Ну, может быть, где-то есть. Там в столицах. У нас такого нету просто. И нет финансовой такой возможности даже тянуться куда-то. В общем, нам. Да куда там. У нас искусственный снег, пушка вот эта. Уже праздник. Это уже практически ноу-хау. Нанотехнологии. Сколкова наша. Поэтому... С этим соревноваться не получится. Получится соревноваться только актерски. Это да. А вот тоже следовал Ефимий Семенович, что раньше, ну, грубо говоря, в 50-х, да, в 60-х годах, когда шел актер по улицам города Владивостока, так оборачивались, показывали, это же он, это же он, это же вот он играет на сцене. Сейчас такого нет, говорит, может, там, главный, там, не знаю, Запорожец, там, Славский идти, ну, и никто ее не узнает. Вот это проблема тоже? Да нет, это, наверное, не проблема. Почему еще так было в 50-х, 60-х? Раньше было только радио. Потом появился телевизор, и то не у всех. Люди в основном так ходили только в театр. И только от театра они все знали. Сейчас есть интернет, телевизор, то, все. Люди видят всего много, у них уже нет потребности, вот, да, они, может быть, кто-то даже увидел и узнал, о, Славский, но уже не подбежит, вот, потому что есть много всего. Когда чего-то мало, ценишь, вот, ты увидел его на сцене, театр, как, место встреч там было, там, все, чего угодно, единственное место, что ты, вот тогда да. Так можно закрыть театры? Ставить один, еще с одним спектаклем, не знаю, в полгода? Да не, ну, это не выход. Мне кажется, тут есть такой момент, от которого никуда не деться. То есть, и то, допустим, вот, иногда идешь, иногда, раз ты, здрасте, какая-нибудь девушка сказала, здрасте, значит, где-то видела на сцене. Ну, и уже хорошо. Бывает такое. Артисты готовы к тому, чтобы превратить театр в некий такой интертеймент, нужно, чтобы зрители поперли больше все-таки. Понятно, тут дело не в том, что на потребу, но вот как-то поменяться внутренне, что-то делать. Ну, вот, у нас с прошлого года в театре есть такая лаборатория пьесы. То есть, мы делаем именно такие, как бы, получитки, полуспектакли на зрителя, и со зрителем обсуждаем это. Собственно, вот, по-моему, один или два спектакля, один, по-моему, Руденко Сергей, собственно, из этого и вырос. Сейчас у нас есть на март месяц у нашего режиссера некая задумка тоже. Ну, я ее не вправе, как бы, сейчас озвучить, но если будет интересно, всегда можно на театр выйти, информацию дадут. по некой такой форме необычной. Взаимодействие со зрителем, да? Ну, либо взаимодействие со зрителем, либо в необычном варианте театра. Это к дню театра ближе вот будет. Именно для того, чтобы, может быть, как-то в будущем бы в этом участвовали и все театры, вот такой день выдать, когда все театры работают на чьей-то одной площадке. То есть, в общем, у нас или там, или там. И чтобы зритель, как бы, видел не только спектакль, но еще какие-то, может быть, сопутствующие тому вещи. Может быть, в несколько точек. Вот такое будет, хотят сделать у нас вариант к дню театра примерно. Если будет интересно кому-то осветить этот момент, уже в театр обратиться надо. На эксперименты, в общем, готовы, да? Да, на эксперименты, да. У нас, собственно, вот, по-моему, с февраля, но тоже в ближайшие какие-то месяцы будет тоже лаборатория какая-то новая. Нам пока не говорили, что за пьеса и кто там будет занят. Но будет тоже лаборатория такого плана. Плюс вот это действие такое. Причем оно рассчитано на достаточно продолжительное время, допустим, где-то с 4 до поздна. То есть это не будет время спектакля, допустим, 3 часа. Это будет и позже. То есть вот такая... Некая такая ночь музеев, но типа театральная... Скажем так. Вот такого... А как вот вы относитесь к еще одному театру нашему, знаменитому Лобиостокскому, Приморскому краевому театру оперы и балетов? Вот пока никак, потому что я еще даже туда и не сходил, мне не о чем говорить. Ну, не знаю. А перспективы вообще какие-то проглядываются по вашему? Я не знаю. У нас, допустим, ну, есть у нас это Васютинское, там, хореографическое, которое сейчас уже много лет при университете. Но, в принципе, у нас балернов-то нету. Конечно, ну, можно приглашать, но надо чем-то заманивать, как в свое время, там, в 30-е, 50-е годы, там, на Целину, или там большими коэффициентами на Север. То есть, чем-то заманивать, как бы, сюда людей, и не просто разово, там, там, на один месяц. Это же нужно организовывать здесь. Ну, я не знаю. Тут, ну, если еще с оперниками есть институт, как бы, академия, пардон, там как-то можно это все. Но с балетом, ну, есть труппа, я, правда, не знаю. Я говорю, мне сейчас сложно это говорить. То есть, нужны и дирижеры, музыканты, да, есть у нас. Уровень, ну, уровень дела, как говорится, уже, как наживное и нарабатываемое. Там, наработать или уж приглашать. Не знаю, насколько у нас еще зритель готов это все смотреть. То, что у нас этого не было, мы к этому не приучены. И балет, опера, это достаточно, все-таки надо хотя бы чуть-чуть к этому быть готовым. Даже вот я, иногда смотришь, ты понимаешь, что, да, есть момент, где уже начинает немного, то есть, такие вещи, как опера, балет, они требуют все-таки подготовки какой-то. Ну, а зритель в Владивостоке, он вообще какой? Необученный? Или все-таки, как говорили, вот тоже приезжали нам начальник, директор труппы балетной в Владивостоке театра, говорю, что, в принципе, зритель такой. И достаточно искушен, есть люди, которые повидали очень много. У нас нормальный зритель, вот, к примеру, ну, сужу только по нашему театру. Когда мы были в Хабаровске, там другой зритель. Не знаю, вот ребята, многие говорят, что там зритель более, вот он, более классический. То есть, допустим, какой-то уже не воспринимается. А у нас, может быть, потому что у нас город такой еще, порт все-таки, это, у нас люди воспринимают какие-то вещи, такие. Поэтому, чисто человеческий, может быть, человек и готов, может быть, действительно прав этот, кто он, директор, балетный трупп, балетный театр. Может быть, да, у нас зритель более подвижный. Хотя это я сужу вот по-хабаровскому, именно по нашему театру, потому что, может быть, у других там какое-то свое мнение есть, может, там и другое. Ну да, там вот как-то более степенний. Театральный фестиваль во Владивостоке нужен ли? Нужен, потому что это один из вариантов развития, как вот приглашения критиков, как это, это нужная вещь. И, я так полагаю, об этом уже есть мысли. Как-то косвенно все равно какие-то разговоры ходят, мне кажется, об этом размышляют уже. Но это у нынешнего уже начальника департамента, у Анны Олега? Это я не знаю, это все равно уровне слухов, но я слышал, что такие как бы разговоры, вроде бы как, и даже не разговоры, а, скажем так, может быть, это все на уровне мечты пока. Но уже она ходит. Кинофестиваль есть в регионе, где кино не снимают, в принципе, а театральный фестиваль, где есть несколько театров, его нет. Это глуповат, мне кажется. Об этом даже, по-моему, кто-то говорил из московских критиков, что нужно как-то вам там, говорит, развиваться, мы все там приедем, вы нас пригласите, ну, то есть, вы там уж организуетесь как-нибудь. Потребность нужна именно для того, чтобы мы тут не чахли все в своем собственном состоянии. По сути, нам нужно думать об этом самим. Да, конечно. Хотя бы, хотя бы вначале, вот, да вон, сколько у нас, и Магадан есть, и Камчатка есть, и Сахалин есть. До Хабаровска-то даже добраться иногда не можем. Я думаю, вполне возможно и нужно для развития. В завершении интервью, вот, что бы вы сказали жителям, зрителям города Львовсток? Ух, серьезно. Ну, все, с праздниками про милиратор, я не знаю. Про милиратор уже сказано. Ну, да что сказать, то есть, можно только пригласить в театры наши, пусть ходят, смотрят, выбирают, какой лучше, или даже не какой лучше, это все, наверное, неправильно, какой подходит больше всего, пусть прививают это детям, потому что, если хотим, чтобы у нас что-то налаживалось именно в воспитании и в культуре действительно это, надо вкладывать от отца к сыну, от сына и туда дальше. то есть, ну, не только театр имеется ввиду, вообще, вообще искусство в целом. Концерты, спектакли, все что угодно. Что пожелать можно? Да, чтобы жизнь была лучше. А вот как она станет лучше, это вопрос очень сложный. Как бы. Всем удачи, всем любви, всем счастья. Ну, что будем надеяться, что не только у вас станет лучше, но и у нас чуть-чуть, может быть, станет лучше. У нас был гостик Сергей Кашуцкий, актер драматического театра Тихоокеанского флота, музыкант, пьец. Вот. Что еще хотел сказать? Не забыл. Совсем. Спасибо большое, увидимся, всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok